Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Блэксэд. Андерскин. Сейчас. Там началось с теннисного корта. Надо, чтобы вы все это видели. Я просто прервал, перезагрузил ее. Ну-ка. Во, отлично. Несмотря ни на что, утром я проснулся бодрым и хвост держал пистолетом. И благодарить следовало этих славных неизвестных громил. Они крепко меня отделали. Зато впервые за долгие месяцы я спал как младенец. Это мы к теннисиске пришли. Ну же, Эллен, сосредоточься. Ладно, перерыв. Над бэкхендом поработаем потом. Что же, мистер Блэкмар, чем я могу помочь ФБР? Так, что я там нажимал? Вот, а тут так. Вот так, по-моему. Рекомендую сотрудничать с властями. Вам всего лишь нужно кое-что рассказать. Предпочитаю не говорить, а действовать. Но все же вы не могли бы быть конкретнее? Хм. Какой здоровый, да, кот наш? Или Бэтмен почти, как вы писали в комментариях? Мы можем поговорить наедине. А им кто-то мешает? У вас четыре минуты, мистер Блэкмар, так что... Не теряйте их зря. Так, контрабана, договорные игры, Олери. Давайте начнем с Олери. Мы знаем о вашей связи с Десмондом Олери. Ого. Смотрю, ФБР времени не теряет. Кого же из ста миллионов американцев, которые об этом знают, вы заставили раскрыть такую важную тайну? Дело в том, что... Понимаете, я бы рада вычеркнуть эту часть своего прошлого. Но уж как есть. Вы о чем-то сожалеете? За рекламу платят больше, чем за победы. Представляете? А связь с такой сомнительной личностью только вредит моей репутации. Поверьте, никогда не стоит связываться с женатыми. Допустим, допустим, вот так. Говорят, вы сейчас встречаетесь с боксером Эллм Стоуном. Это правда? Ого. Ваша проницательность не перестает меня удивлять. Не надо ходить вокруг да около. Мы знаем, почему вы с ним. Ого. Так вам тоже нравятся его бицепсы? Десмонд Олери попросил вас соблазнить Стоуна. Зачем? Что? Нет. Я встретилась с Эллом случайно на вечеринке, которую устроил Десмонд Олери. Угу. Нет, не может быть. Никто не может быть так хитер. Даже он. Черт, ненавижу этого гада. Морнина видит Олери? Не вижу я это. Так, а вот не верю я этому, вернее. Мы знаем, по крайней мере, о шести договорных играх за первый год вашей профессиональной карьеры. И что? Вы во всех победили. Вы пытаетесь меня оскорбить? Я вся отдаюсь на корте. И не моя вина, что мои соперники так не делают. Идите их, допрашивайте. Как бы там ни было, теперь ясно, почему вы упомянули Олери. Что у вас на самом деле на него есть? Только не надо про нелегальный тотализатор. Олери убийца. Любая криминальная структура строится на крови. Его банда не исключение. И у нас есть доказательства. Я серьезно, мисс Мор. Америка не может допустить, чтобы кто-то потрясал ее устои. И любимица всей Америки тоже. Помогите нам, поговорите с нами. Чего ради, мистер Блэкмор? Что я от этого выиграю или проиграю? Хм-хм-хм. Ну, давайте так. Вы же понимаете, что если мы обнародуем сведения, которые нам известны, вашей карьере конец. Но этого ведь никто не хочет, да? Вообще-то все довольно просто. Так. Ну, а как? Стоп, стоп, стоп. Портсигар? Везучая девчонка. Опять какой-то ирландский значок? Люблю тебя сейчас и навеки. Интересно, кто это написал? Огоньком угостите? С романтической надписью. Что это? Жемчужно-белые зубы. Она редко курит. Я заставил ее поволноваться. Черт. Почти пустая. Ну, уже, Блэксад. А я делаю так. Сначала резко вниз. Потом вверх. Потом снова вниз. Угу. Почти. Я был не готов к этому. Вверх. Теперь снова вниз. Угу. Ладно. Пожалуйста. Не знаю, что вы хотите услышать. Пытаетесь прижать у Лири, может быть и правильно. Но мне кажется, это ложный след. Поверьте. Будь у меня хоть малейшая... Ладно, Эля. Возвращаемся к бэкхенду. Давай. Вы курите? Приятно познакомиться, мистер Блэкмор. Что ж она хотела сказать-то? Ты принес воду? Но мы толком ничего не узнали. Абсолютно. Ну да, она намекает на то, что говорит, что это лошадь. Сложный след у Лири типа, не вовну. Улик достаточно для дедукции. Ладно. Она бросила сигарету прямо перед тобой, а? Вот ты неудачник. Жаль, мне пришлось шпионить за Кессани. Будь я на твоем месте любимица всей Америки, не устояла бы. Так что, может быть, в следующий раз поменяемся, а? Твоя очередь. Рассказывай, что ты выяснил. О, тебе понравится. Готов? Есть новости. А еще я придумал потрясающий... Блэк Сэд. Он сейчас с этой шлюхой, да? Что? Кто? А, миссис Колберт. Я сказала, что все про него знаю. Ну, после нашего разговора. Он заплакал и попросил прощения. Сказал, что собирался ее бросить, что любит меня и что все кончено. Ночью ему кто-то позвонил. Он сказал, что ему надо работать. И до сих пор не вернулся. На работе его не видели со вчерашнего вечера. Он ушел к ней. Да? Скажите мне правду. Я справлюсь. Сбежал с любовницей еще. Ваш муж сбежал с любовницей куда-то далеко. Дальше, чем вы можете представить. На вашем месте я бы его забыл. Пора... Вот никчемный бездельник. Я ему глаза выцарапаю. Я оторву его тупую башку. Он у меня пожалеет. Это что сейчас было? Ты мне чего-то не рассказал? Может быть. Но теперь твоя очередь. Расскажи о Кэссиде. Давай, выкладывай. Я не нашел ничего, что связывало бы Кэссиде со смертью Дэна. Но... Вот это история. Но я знаю, что Кэссиде сегодня вечером будет играть в покер с Говардом Эм Фарнемом Вторым. Техасским магнатом, который пытается пролезть в боксерский бизнес. А еще я знаю, что они с Кэссидей никогда не встречались лично. И что этот Фарнем остановился в отеле Белфорн и ни разу не выходил из номера. Похоже, ночь он провел с тремя бутылками бурбона. Итак, мой потрясный план. Я пойду в отель, вырублю этого парня и займу его место за покерным столом. Вот так я и разговариваю, Кэссиде. Что скажешь? Потрясно, да? Разве мы не договорились, что в следующий раз ты займешься Эрен Мур, а я Кэссиде? Нет? У нас там дедукция. Я в отель приехал, да? А, Белфорд. Так. Слушайте, ну я просто каких-то необъятных размеров. Это бизнесмены из Техаса, по шляпе видно. Добрый день, мистер Фарнем. Чего надо? Позвольте представиться. Давайте так. Обслуживание номеров. Вот бутылки, которые вы заказывали. Я выпивку не заказывал, а на тебе нет униформа отеля. Проваливай пьянь. Ладно. Добрый день, мистер Фарнем. Чего надо? Не прокатило. Позвольте представиться. Джон Блэкмор. Я работаю на Фрэнка Кэссиде. Он попросил доставить эти бутылки, чтобы вы выбрали, что подать во время игры. А, само собой. Я уж думал свалить в город, но памятники ведь никуда не денутся. Ну что ж, входи. Попасть в номер Фарнема было несложно. Завоевать доверие – другое дело. Но у меня всегда есть туз в рукаве. Блэкмор, ты как, приятель? Лучший способ завоевать чье-то доверие – показать, что доверяешь сам. И иногда проще всего в этом случае говорить правду. Я… я не знаю, с чего начать. Давайте так. Я выдал неверного мужа, а теперь он мертв. Ты сказал обо всем мужу, и он защитил ее честь, верно? Что-то вроде того. В чем тогда проблема, сынок? Ты поступил правильно, а этот подонок получил именно то, чего заслуживал. Послушай, ты получишь свою награду, сынок, от Господа нашего Иисуса. И вот еще бутылку держи. Один из секретов нашего ремесла – держать под контролем свои предрассудки. Они искажают наши суждения и скрывают образы окружающих за картинкой, созданной нашими несправедливыми ожиданиями. Но иногда встречаешь людей, которые настолько лишены индивидуальности, что остается просто ходячий стереотип. Фарнем позорил не только себя, но и весь Техас, да и все человечество. А мне надо было притвориться им. Интересно. А, мне сейчас надо перезвонить, друзья, я вернусь. Я вернулся уже, друзья, всего лишь секунда. Чем я могу вам помочь, сэр? Фарнем чудовищно много пьет. Нужно было вытрясти из него какую-то информацию. Пока он не напился до потери сознания. Окей. Иначе пришлось бы искать эту информацию самому. Найдите нужную информацию за отведенное время. Зашибись. Прекрасно. Прям слов у меня нету. Ну. Так, три. Это что? Это какой-то билет членский? Парикмахерская Билли Боба 21.00. Бритье по-вьетнамски. Да, меня тут побрели по-вьетнамски. Да, да, конечно же. Я вспомнил. Проходите, садитесь. Отлично. Бритье по-вьетнамски. Клоусет. Поверни, пожалуйста, ее. А что она у него открыта? Почему он не закрыл парикмахерскую? Интересно. Вы, конечно, поймете. Осторожность никогда не бывает лишней. У босса много врагов. И кто-то должен держать их на расстоянии. Уговорил. Угу. Само собой, я понимаю. Рад это слышать. А теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос. Сколько будет стоить чистое бритье по-вьетнамски? Угу. А потом ясен перец выпивкой окончательно добил мой первый брак. С той женой, что поймала меня с горничной. Хе-хе. И мой второй брак тоже. После того, что я сделал с ее папочкой. Потом с парочкой любовниц та же история. И я решил держать оборону и дальше иметь дело только со шлюхами. Интересно. Даже если потом придется на одной из них жениться. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я понимаю вас, мистер Фарнэм. Должен признаться. Так. Так, давайте. Я в рабстве у Кэссиди. Он одолжил мне денег, а я все проиграл. Теперь приходится отрабатывать долг. Твоя проблема не Кэссиди, сынок. Твоя проблема бедность. Ясен перец. Я вот сегодня внес депозит на игру с ним. Но для меня это просто гроши. Гроши, честно говоря. Я спросил, сколько? Конечно, мне дали чек. Я кто думаешь такое, парень? Я тебе сейчас покажу. Погоди, минаточку. Я положил его в поросенок. Я вернусь. Ты же Blacksad check этот видел? Давай. Динг-донг. Интересное название города. Это чек? 20 тысяч депозит. Отлично. Что ж вы сразу не сказали, что чек у вас в кармане? Я почти в вас уверен. Но скажите мне, кто посоветовал вам прийти в эту парикмахерскую? Угу. Давай-ка я тебе кое-что расскажу про мою первую жену, сынок. Когда я ее встретил, у нее не было ни манера, ни денег, ни... Это еще кто? Фарном. Матерь божья, это же наш герой дня. Услышать надо. Вот. Будет непросто имитировать техасский говор, но я постараюсь. И теперь зрение. Ну, хорош руками водить. Пожалуй, имитировать его жесты во время игры мне не придется, но попробовать не помешает. Не все, то есть... Давай. Шляпу. Ну-ка, 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 ну-ка. Он, по-моему, башкой крутит и... А, попал. Ничто так не выдает техассца, как ковбой. Естественно. Так, и еще... Один элемент остался. Это мы видели. Это видели. Стоп. Что, 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 что? Не-не-не-не-не. Насер Нью-Йорк. Нью-Йорк. С галстуком и в этой шляпе я и впрямь буду похож. Ясин перец. Я договор... Все? А, все уже. В любом случае, Кенни, спасибо тебе, что свел меня с Кэссидин. Угу. Храни тебя Бог, брат. Самый безумный техасец во всем Нью-Йорке. Мой старый добрый друг Кенни. Самый безумный техасец в Нью-Йорке. Вы знаете, сколько в Нью-Йорке Кенни? Какой Кенни? Да ты задрал уже, реально. Так, помимо того, где и когда пройдет игра, пароли и суммы, которую выложил Фарнам, что мне еще потребуется? Даже Библии нет. Угу. Что ж, приятно знать, что когда Фарнам напивается, его подругам приходится не так тяжело. Давайте к нему опять подойдем, может, у него что-то будет. Динг-донг. Интересное название города. Да, я видел все уже. Ну, давай, 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 давай. Пахнут вечеринкой. Все, просрались мы. Да. Кенни, Кенни, послушайте, разве не бывает так, что дружишь с человеком и фамилии его не знаешь? Хм, дайте-ка подумать. Нет. Зачем мне эти соревнования на время? Да. Мой старый добрый друг Кенни, самый безумный техасец в Нью-Йорке. Вы знаете, сколько в Нью-Йорке Кенни? Какой Кенни? Ну, ладно. Так, помимо того, где и когда пройдет игра, пароли и суммы, которые... Ну, давай. Что мне еще потребуется? К счастью, в известной книжке Фарнема оказался всего один Кенни. Кенни Эйкс, проживающий по адресу... Кенни Эйкс. Корнелл Плаза, Манхэттен, сногсшибательный пентхаус. Неудивительно. У мистера Эйкса изумительный вкус. Вы случайно не знаете, о чем он попросил, когда был здесь в прошлый раз? Да ты задрал реально уже. Открывай шкафчик. Зачем ты мне это открыл? Мне другой шкафчик нужен был. Не понял, тут же тоже было, нет? Вот. Быть не может Билли Боб. Это же мой новый друг Фарнем, да? Ясен перец. Ваш цирюльник как раз собирался меня побрить. Ха-ха-ха. Он побреет вас как-нибудь в следующий раз. Билли Боб всегда в нашем распоряжении. Разумеется. Так, ну ладно. Идем, пока без нас весь бурбон не прикончили. Я его еще не обыскал, сэр. Не вижу в этом необходимости. Мистер Фарнем честный техасец. Уверен, он сам отдаст оружие, если мы его об этом попросим. Верно? Ой-ой-ой. Да как же вы задрали уже. Всегда есть способ понравиться даже самому суеверному человеку. С удовольствием. Добро пожаловать, джентльмены. Надоели они уже реально. Фишки на столе, стволы в сейфе. Теперь нас ждет ночь покера, сигарет и бурбона. Что же, приступим. Присаживайтесь, мистер Фарнем. Позвольте представить. Справа от меня, в серых трусах, вес 63 килограмма, владелец снежной плоти, самого большого мясного рынка в Манхэттене. Иными словами, настоящий сукин сын. Не в обиду женщинам, которых он эксплуатирует. Наш действующий чемпион Освальд Квинс. И я собираюсь сохранить этот титул. Разве что мне помешает наш новый претендент. Ну, сделаю, что смогу. Вот теперь я забеспокоился. Никогда не доверяй скромному игроку. Дело в том, что наш друг Фарнем владеет самым крупным и даже, замечу, самым занимательным заведением в Техасе. В самом деле? Значит, мы коллеги? Как бы не так, Квинс, он владеет казино. Проклятие. И оно находится не в Остине или в Далласе, а в маленьком городке под названием... Как его там? На фишке ж было, Динг-Дон или как. Терпеть не могу, когда вылетает из головы. Кажется, все казино из Техаса переехали в Вегас. Там азартные игры разрешены. Вы про техасский Динг-Донг? Ах-ха-ха-ха-ха! Динг-Донг! Точно! Ах-ха-ха-ха! Интересно, кому в голову пришло такое название? Ну, казино или нет, но будем надеяться, у него в рукавах нет столько тузов, сколько было у почившей Вентимилии. Аминь! Слева от меня в коричневых трусах, вес 180 килограммов. Фрэнк, давай-ка поуважительнее, а? Магнат гостиничного бизнеса Полли... Магнат? У меня всего-то небольшой бар с бильярдными столами. Клиенты почти ничего не пьют и еще меньше играют, но некоторые деловые операции можно провернуть только там. Черт побери, Полли, почему я не знаю твою фамилию? Потому что у меня ее отобрали. Ты даже не представляешь, как хороший адвокат моей бывшей жены. Ох уж эти женщины, забирай даже наши фамилии. Ну ты даешь, Полли. Когда смотрите все достопримечательности, заходите в Ла Игуана. Сыграем в пул, я угощу вас выпивкой. Ну, должен вас предостеречь. Мои клиенты не любят пушистых парней вроде вас. Ну, давайте. Спасибо, бильярд мне по нраву. Отлично. Я буду очень рад. Хотите начать собственный бильярдный бизнес, Фарнер? Этот парень хочет создать боксерскую ассоциацию в Техасе. И угадайте, кому он обратился за советом. Честно говоря, меня беспокоит несколько вещей. Поэтому я буду премного обязан за любую консультацию. Что же вас беспокоит? Так вот. Непокорные тренеры вроде Джо Дана. О, я вижу, вы подготовились. Этот ублюдок никак не хотел играть по правилам. Например, о запрете боксерам участвовать в официальных боях, если их менеджеры не входят в мою ассоциацию. Нет, конечно же, мне жаль, что его убили. Но если убийцу когда-нибудь найдут, я с радостью оплачу его адвоката. Интересно. Бильбок, неси барбон, мы издываем от жажды. Цирюльник нам не доверяют. Я буду там, новые колоды, конечно. В этом заведении традиции уважают. Покер столь же скучная игра, сколь и простая. Нужно лишь уметь читать лица. А уж этот туз есть в рукаве даже у самых плохих детективов. Настоящая премудрость – это понимать истинную цель игры, когда накануне что большее, чем просто деньги. Давайте победим. Чёрт побери, опять? Сколько сдач вы уже выиграли, Фарнен? Похоже, у нас серьёзный претендент. Эй, Квинс, пора тебе уже расстёгивать чемпионский пояс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха, мы ещё не закончили. Попомните мои слова. Фарнен позвонит жене ещё до рассвета. Ха! О, эй-эй, кстати, про жену Кенни все слышали? Печальная история, да? А что случилось? Совсем всё плохо, но я уверен, что Фарнен знает об этом куда больше меня. В любом случае, Кенни, спасибо тебе, что свёл меня с Кэссидин. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Храни тебя Бог, брат. Самый безумный техасец во всём Нью-Йорке. Бедняги, уже столько всякого пришлось пережить. У него же жена. Пусть говорит. Женщины легко поддаются порокам. Она сейчас в реабилитационной клинике. Подсела на транквилизаторы. А что с ней? На наркоте, что ли? А, наркоманка. Транквилизаторы. У женщин тоже есть свои пороки. Не себе бурбок, Билли Боб. Живо! Ну же, пошевеливайся. Пожалуй, я слишком поспешил, когда сказал, что покер — это простая игра для хорошего детектива. Скажем так, она относительно проста. Кто-то всегда может удивить. Так или иначе. Что меня быть не может? Что случилось, Фарнен? Удача новичка не может быть вечной. Вот тут-то за дело и берется настоящий чемпион. Я надеюсь, вы готовы проиграть все, мой друг? Бедный Фарнен. Хотел в нашем городе начать делать большие деньги на боксе, а сам сейчас спустит все в покер. Надеюсь, ваши консультации позволят все компенсировать. Ну, так чем я могу вам помочь? Ну, давайте так. Спортсмены завязывают отношения друг с другом. Например, Эл Стоун и Эллен Мур. Я вижу, вы подписаны на что новенького? Да, мой звездный боксер. Мой действующий чемпион закрутил роман с любимицей всей Америки. Нет, я, конечно же, ничего не имею против любви двух идиотов. Но это плохо сказывается на его результатах. Я не думаю, что он проиграет Елю, но начинаю беспокоиться. Довольны? А то. Хотя, есть еще один момент. Выкладывайте, я хочу играть. Допустим. Придется ведь конкурировать с владельцами нелегальных тотализаторов, вроде этого Олирии. Ага. Можно подумать, будто вы живете в Нью-Йорке, мой друг. Этот сукин сын убил одного из моих людей и оставил труп бедняги у меня на крыльце. Но ему конец. С тех пор, как спорт перебрался на телевидение, люди хотят честной игры, честные боксеры и никаких темных делишек. Больше закон нарушать нельзя. Теперь приходится подкупать больших шишек с каналов, чтобы выторговать себе права на трансляцию. Ну же, давайте сдавать, а то Квинс скажет, что мы пытаемся прервать его победную серию. Этого не случится. Джентльмены, рекомендую вам никогда не рассказывать своим сыновьям об этой игре. Разве что вы захотите потерять их уважение. Подожди, хочешь сказать, наши сыновья нас уважают? Да. Я вас понимаю, в наши дни совершенно невозможно воспитать мальчика. Они даже на старую добрую порку не реагируют. Но нам нужно продолжить доигрывать образ. Не смею сказать, что техасские мальчики на хорошую порку реагируют. Осторожно, Квинс, ты говоришь с профи. Кенни говорил мне, что у вас полный дом детей. И сколько в этом вашем полном доме детей? Угу. Перевернем, конечно. Но я все равно не мог стоять и смотреть, как он умирает. К сожалению, я не стал особо напрягаться ради его спасения. Че, помер? Ну ладно, значит не придет на матч. Так, сколько у него детей было? Ага, угу. И сколько в этом вашем полном доме детей? Нету, 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 нету свободотворчества в игре. Нет. Этот сукин сын сейчас захлебнется собственной блевотиной. Конечно же, в том, что миллионер захлебывается собственной рвотой, было что-то поэтическое. Ну, давай. Но я все равно не мог стоять и смотреть, как он умирает. Давай! Сколько ж он нажрался-то? Сколько ж он выпил? Что там? Фотографии. Сколько там детей? Шестеро. 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 Ничего себе. Понятия не имею. Как вы с ними справляетесь? А, этот позвонил. Все мальчики? Прямо сейчас? О, никогда не подпускайте Квинса к своим дочкам. Да ладно, Полли. Дети это святое. Я к нему почти не прикоснусь, пока им меньше двенадцати. Ну, а после... Скажем так. У некоторых мужчин бывают потребности удовлетворить, которые может только девочка такого возраста. Если вы понимаете, о чем я... Конечно, понимаю. Как вы себя чувствуете, Фарнем? Так, что у него там? Ну-ка. Что я должен увидеть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот тебе и серия побед, больной ты ублюдок. Че, давайте накажем его. Педофила. Рано или поздно полиция возьмет тебя за глотку. Квинс. О чем это ты, черт возьми? Готов поспорить, что этих бедняжек ты прячешь так же плохо, как туза в своем рукаве. Что? Ах, ты лживый кусок дерьма! Квинс! Покажи рукав! Поверьте, не иди на моего слова, Фрэнк! Покажи, Куб, покажи! Вот и все. Педофила сливать. Поверьте, не иди на моего слова, Фрэнк! Хм, за уборку по рукам. Конечно, и все, говнарь. Неплохо, Фрэнк, я ваш должник. Пожалуйста, заберите фишки этого пернатого мешка с дерьмом. И мои тоже, если хотите. Я сегодня щедрый. Выяснилось, что губернатор согласился с моим предложением выпустить Бобби Елли из тюрьмы в день боя. Ночка становится все лучше и лучше. Если решите поговорить о делах, позвоните. Хорошо. Ваше поведение прошлой ночью было в высшей степени оскорбительным. Не попадайтесь мне на глаза, иначе я покончу с вашей жалкой жизнью. Если наш общий знакомый спросит вас о делах, скажите ему, что бокс для вас слишком жесток. Прекрасно. Попись, Фрэнк Кэссиди. Мы красиво сыграли. Мы очень красиво сыграли. Да. Это было очень круто. Мой же след в этом деле исчезнет утром, когда Кэссиди прочтет эту записку. Хоть я и благодарен вам за помощь, вчерашняя игра заставила меня осознать, что бокс слишком жестокий бизнес для мирова Техаса вроде меня. Я решил мне инвестировать куда-нибудь еще. Искренне ваш Говард Фортхайм. Второй. Чёртовый Техас, он сказал. Это была безупречная игра, друзья мои. Просто безупречная. Ну, а я впервые за последнее время лег спать, не получив очередной помощи. Жалость-то какая. Всё. Синяки по всему телу. Лучшее снотворное. Ты чё, извращенец, что ли? Может быть, стоило самому себя поколотить. Давай, бери телефон. Блэк Сад. Блэк Сад. Наконец-то, вы нужны мне в клубе. Скорее, прошу. Что такое? Блэк Сад. Так. Здесь всё уже так было, когда я пришла. На сколько это было? Когда вы пришли? Я больше часа пыталась вам дозвониться. Успокойтесь, я разберусь. Да. Игра была безупречной. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.